Добрый день, уважаемый зритель! С вами доктор Константин. Сегодня у нас поясница. Боль в мышцах поясничной области. Не в крестовой, а в поясничной области. Это может сопрождаться всегда травмами, ушибами, физическими перенапряжениями, физическими истощениями. Человек очень любит работать, вот если истощается. Ну это истощение яйнской энергии, согласно восточной медицине. Она может воспаляться, яйнская энергетика, может истощаться. Причем здесь яйнская энергия? Потому что спина это у нас яйн, передняя часть тела живут у нас это инь. Меридиан мочевого пузыря является абсолютным яйнским каналом, который дает много яйнской энергии для органов и систем, и всего нашего с вами организма. Как на физическом уровне, так и на тонком энергетическом. Если вы не знаете в каком состоянии инь и яйн, тяжело помочь человеку. Сразу, наверное, тяжело. Полностью вы его не восстановите. Помочь с помощью данной точки, да, В-22 Сан-Дзял-Шум можно. Данная точка расслабляется. Она находится в поясничной области. Пожалуйста, местонахождение данной точки вы можете найти в любом поисковой системе. У нас будет отдельное видео. Но помните, данная точка расслабляется. Также мы должны здесь предостеречь и сказать, что вы не имеете права злоупотреблять и постоянно расслаблять данную точку при всех болях в поясничной области и в мышцах в поясничной области. Почему? Потому что вы не знаете, в каком состоянии у вас энергия и не яйн. Бывает парадокс. Бывает боль из-за того, что истощилась яйнская энергетика. Тогда нужно данную точку тонизировать. И когда пришел человек, у которого воспалена вся яйнская энергетика, он в избытке. Он настолько уже избыток породил этой яйнской энергетике, что она его заблокировала. А на данную точку нужно расслаблять. Вот зачем проводится диагностика 12 миллионов. Прежде всего для наведения, что первая теория на Востоке, которая существует, это двух противоположностей в норму наведения. Я изменяюсь. В норме энергии и яйн. Спасибо за внимание.